Сегодня у нас очередной заседание математического грузка, докладчик Сергей Парсегов. Сергей работает в Институте проблем управления и в Скалтехе. Сергей успешно и уже довольно давно защитил диссертацию. И вот то, что сегодня Сергей будет рассказывать, если я правильно понимаю, это развитие вот этого направления, связанного с мультиагентными системами. Сергей делает несколько интересных докладов на традиционной школе Бориса Тадоровича Полика, которая каждое лето проходит. И кто-то, возможно, даже что-то слышал. Но вот я так понимаю, что сегодня это будет такой достаточно обзорный доклад. В общем, думаю, будет очень интересно, Сергей. Спасибо. Да, доклад будет обзорный. И в принципе, этот доклад, с одной стороны, такой исторический обзор, с другой стороны, просто взгляд на задачи мультиагентного сетевого управления с точки зрения теории управления. Вопрос. Кому читали теорию управления, либо что-то связанное с динамическими системами, с процессами? Понятно. Тогда нужно несколько слов сказать про теорию управления, чем она занимается. Из названия понятно, что она занимается управлением. Управлением чем? Какими-то объектами, либо процессами. Вот есть у нас там автомобиль, космический корабль, химическая реакция. Чтобы что-то шло правильно, нужно этим как-то управлять. Как это что-то описывается? Оно описывается обычно, я буду говорить не строгими терминами, я буду говорить так максимально общо и доступно, дифференциальными, либо разностными уравнениями. Получаем мы дифференциальное, либо разностное уравнение нашего объекта, а дальше с ним нужно что-то сделать. Если этот объект управления работает не совсем так, как нужно, его нужно как-то модифицировать. Либо подавать на него какие-то сигналы, чтобы он функционировал нужным образом, либо менять еще что-то в структуре этой системы, добавлять устройство под названием регулятор, которое обеспечит желаемую динамику системы в целом. Такую систему называют замкнутой, у которой еще есть регулятор, есть, например, регулятор по обратной связи, который работает. Мы измеряем что-то на выходе и корректируем это, учитываем при работе системы. Базовая задача, базовое свойство, без которого не будет ни одна система работать, это устойчивость. Понятное дело, что все должно работать хорошо, то есть должно работать качественно, но прежде чем говорить о качестве, нужно говорить об устойчивости, потому что неустойчивая система – это ненужная система, это неправильная система, она бессмысленна, ее существование абсолютно. Что здесь понимается под устойчивостью? В теории управления систему называют устойчивой, это очень похоже на то, что понимают под устойчивостью в теории дифференциальных уравнений. Только там говорят о решении, а здесь говорят обо всей системе. Если мы будем говорить о линейных системах сегодня, и устойчивость будет означать, что спектр матрицы, если это многомерная система, система, описанная в пространстве состояний, либо корни знаменателя передаточной функции, если эта система одномерная, лежат в левой полуплоскости. Понятно, что в этом случае решение линейного уравнения дифференциального, оно описывается через экспонент, показатель экспонент отрицательный, и, соответственно, это будут все переходные процессы, если мы систему отпускаем из каких-то начальных условий, то есть нет никаких внешних возмущений, и переходные процессы будут все сходиться к нулю. Асимптотически. Вот это и есть устойчивость. Устойчивость такого решения, это же есть свойство системы. И вот эта базовая задача устойчивости, она важна, то есть без нее глупо вообще говорить о чем-то другом. Теперь немножко в сторону. Что такое мультиагентные системы? Последние 15 лет эта тематика просто так резко стала популярной, огромное количество публикаций, огромный интерес к этому всему. И с точки зрения теории, и с точки зрения практики все мы видим, что разговоры идут про сети, про группы каких-то там дронов, про сети сенсоров, беспилотников и так далее, которые как-то взаимодействуют. То есть в данном случае мы имеем место, имеет место не просто система какая-то, если мы говорим об управлении, но еще и система, обладающая какой-то спецификой. у нас есть множество идентичных или очень похожих объектов, которые связаны между собой через сетевую структуру. Так как же судить о свойствах и что делать с такими системами, как их изучать? То, что началось 15 лет назад, тесно связано с понятием консенсуса, о котором речь пойдет далее. Но в принципе системы, состоящие из множества одинаковых подсистем, которые выполняют какую-то общую задачу, как-то между собой связаны, они изучались и ранее, и уже под названием однотипных систем. Собственно, план доклада такой. Сначала я расскажу немножко про историю исследования однотипных систем в отечественной литературе, потом перейду к консенсусу в мультиагентных системах. Рассмотрим мы некоторые примеры и поговорим про связь этих всех вещей, как ни странно, с динамикой мнений в социальных сетях. Вот. Однотипные системы. Однотипная система – это система, состоящая из одинаковых звеньев и идеальных усилителей. Усилитель – это просто число, коэффициент усиления. То есть это не какой-то динамический элемент, который еще меняет как-то сигнал, просто его усиливает, увеличивает или уменьшает. Собственно, множество этих усилителей и образует система взаимосвязей между подсистемами. Такие системы изучались в отечественной литературе. Определение, по-видимому, ввел такой Красовский в работе 50-х годов. И была такая замечательная, очень небольшая книжка Соболева, как раз однотипные системы регулирования, где как раз рассматривались вопросы прежде всего устойчивости таких систем. Так вот, возвращаясь к вопросу устойчивости систем, состоящих из множества других систем. Как тут быть? Можно, в принципе, всю эту совокупность рассматривать как одну большую сложную систему. То есть есть у нас много разрозненных, одинаковых динамических систем, которые описываются одинаковыми уравнениями, они между собой как-то связаны. Но давайте все это превратим в одну большую гигантскую систему уравнений, построим матрицу, посмотрим, где лежат ее собственные числа и скажем, хорошо все или не очень хорошо. Но это громоздко, это нехорошо, в принципе. Такой подход неправильный, поскольку у нас есть две сущности, из которых эта система складывается. Есть структура, и есть одинаковые подсистемы, которые сами какими-то свойствами обладают. И было бы логично сделать декомпозицию такой задачи. И у Соболева это уже даже нашло отражение на обложке. Вот тут нарисованы две системы, одна повыше, другая пониже, замкнутой обратной связью. В первом случае стрелочки немножко отличаются, стрелочек, которые внизу, потому что внизу идут одномерные сигналы, а вверху многомерные. Вверху есть еще матрица А, которая перевязывает идеальные, перевязывает системы с передаточной функцией W, которые выстроились на диагонали. Там вот умножение на единичную матрицу. И сразу идея исследования такой сложной системы представлена на рисунке, который чуть ниже. Не обязательно рассматривать всю эту сложную перевязанную штуку, а достаточно посмотреть на собственные числа матрица А, лямбда, ИТ и одну подсистему W. И уже поэтому можно судить об устойчивости всей большой системы. Этот подход дальше развивался в других работах. И в самом общем виде критерий, который позволяет судить об устойчивости таких систем, он был представлен в работе Полика Цыпкина 1996 года. Более того, там был предложен графоаналитический критерий. То есть, есть такое понятие, как частотная область, и графоаналитический критерий исследования устойчивости линейных систем. Есть такие понятия, как критерий Найквиста, критерий Михайлова, когда строится определенная кривая, называемая годографом, и по ее поведению мы можем судить об устойчивости системы. Но эти критерии были известны для одиночных подсистем. Для одиночных систем, вот есть система, мы судим о ее устойчивости. Здесь похожий критерий был предложен для вот такой вот системы, состоящей из множества одинаковых подсистем для однотипных систем. Шинджи Хара получил похожий критерий позднее, но он имеет большее отношение к мультиагентным системам, поэтому мультиагентные системы – это близкое понятие, но не в точности совпадает с однотипными. Об этом мы поговорим дальше. Пример такой однотипной системы представлен на следующем слайде. Что такое передаточная функция? Это другая, по сути, грубо говоря, это другая форма записи скалярного дифференциального уравнения. Есть у вас уравнение какое-то, например, там, и X с точкой равно U, интегратор. Вы его можете записать как блочок. Единичка, деленная на S, операция интегрирования, на входе у вас U, на выходе X. И когда уравнение более сложное, соответственно, более сложный вид будет иметь это передаточная функция. И представим теперь, что у нас есть несколько подсистем, в данном случае их тут. Можно ли мы откуда? Я просто думаю, что не все сейчас понимают, о чем идет речь. У нас нет операционного исчисления, но в советские времена, вот в МГТУ имени Баумана, возможно, даже на Фистихе, как такой специальный раздел телевизор комплексного перемена, вот так вот операционное исчисление, какого называлось, изучены системы линейных дифференциальных уравнений. Например, это вот всякие электрические сети, там, например, там, взатор, емкости, вот эти, значит, катушки индуктивности. И идея такая, что когда вы пишете систему дифференциальных уравнений, это ваши постоянные коэффициенты, вы можете, как бы, делать преобразование лапласа, вот это с этой штукой, и сводить дифференциальные уравнения к, по сути, ну, каким-то вот многочленным, то есть там, где дифференцированы, там возникает умножение на p. Там, где возникает два и второго дифференциальных уравнений, то в квадрате. Таким образом, когда вы имеете какую-то систему зацепляющихся дифференциальных уравнений, вы имеете систему зацепляющихся многочленов. И основная идея в том, что вы можете, как бы, делать некоторые алгебраические выкладки с этими многочленами, получать какое-то рациональное выражение многочленом числителя, многочленом знаменателя. Это позволяет вам в конечном итоге, ну, как бы, понимать, как себя ведет решение дифференциальных уравнений. В частности, изучать вопросы спектральной, то есть устойчивости. Вот то, что Сергей говорил про всякие критерии Михайлова с помощью гонографов, это было в курсе теоретической механики, когда мы изучали устойчивость полинома. Что такое устойчивость полинома? Это где лежат его корни, точнее, действительные части корней. И было бы здорово по коэффициентам многочлена определять, а где действительно ли, что его все корни лежат в левой комплексной полуклоскости. И вот, значит, оказывается, это можно довольно эффективно решать эту задачу, не вычисляя явно эти корни. Вот об этом идет речь. И, в общем, я думаю, что какое-то пояснение такое я сделал, наверное, хватит. А то как-то слишком уходит. Ну, я вот даже не знаю. Можно больше остановиться на пояснении, а можно не останавливаться и как-то попытаться в общих чертах это понять, что просто передаточная функция это иная форма записи дифференциального уравнения. И такой вот способ работы с дифференциальными уравнениями он удобен. Вот как уже Александр только что сказал. И по поводу вот характеристического полинома, корни которого нас интересуют. В данном случае вот у нас есть сложная передаточная функция, которая составлена из одинаковых передаточных функций Фиат-С. и ее полином в общем случае в принципе это может быть и не полином, потому что Фиат-С может быть не полиномом, а дробно-рациональной функцией как вот в общем виде Фиат-С как А от С на Б от С. Он имеет такую... Ну, предположим, что Фиат-С это полином. У нас получается такая вложенная структура. У нас есть полином один плюс Д один на нечто плюс Д два на это самое нечто в квадрате и у него есть свои какие-то корни. Но это нечто это еще само по себе может быть полиномом или дробно-рациональной функцией. И вопрос в том как вот посмотреть на собственные числа полинома всей знаменателя всей большой системы W от С. Нужно ли раскрывать эти скобки все перемножать там приводить к общему знаменателю и вычислять спектр либо можно опять же как-то декомпозировать задачу. Собственно об этой декомпозиции сейчас речи пойдет. здесь второй пример когда система описана в пространстве состояний S тут нужно воспринимать как оператор дифференцирования а ниже это уже имеет смысл S переменной лапласа вот привычная запись системы в пространстве состояния линейные это X точка равно AX плюс BU AX это собственно динамика BU это часть U это управление которое связано с входным воздействием которое на эту систему действует и рассмотрим теперь систему однотипную у которой вот этот оператор в левой части это не дифференцирование а нечто более сложное ну например полином от оператора дифференцирование таким образом у нас получается система которая уже составлена не из простейших вот этих вот звеньев в данном случае это интегрирующие звенья поскольку у нас динамика имеет вид X точкой а нечто более сложное опять же это будут вот эти вот передаточные функции Fiat S и задача та же самая здесь нам нужно посмотреть как устроен спектр характеристического полинома большой системы которая имеет вот такую структуру специфическую можем ли мы опять эту задачу декомпозировать вот общая постановка задачи есть некоторый полином и есть передаточная функция Fiat S найти условия при которых функция которая есть полином от Fiat S не имеет правых нулей то есть это и есть задача устойчивости как я уже сказал можно просто раскрыть скобки и посмотреть что будет а можно сделать декомпозицию этой задачи ну вот например пусть Fiat S будет полиномом что у нас там D нулевое плюс D1 Fiat S плюс и так далее плюс Dn Fiat S как мы можем это переписать в следующем виде пусть корни назовем их лямбда как Fiat S минус лямбда 1 умноженное на Fiat S минус лямбда 2 умножить умножить Fiat S минус лямбда n поскольку у нас порядок n и пусть Fiat S это полином для устойчивости вот этого полинома какое условие должно выполняться устойчивым должен быть каждый из вот этих полиномов если мы каждое из этих уравнений решим предположим Fiat S имеет вид S квадрат плюс S решая зная какие корни у этого полинома у внешнего полинома структуры мы можем решить эти уравнения и посмотреть что будет с корнями исходного полинома отсюда же следует такое ну как бы концептуальный вывод с точки зрения устойчивости в теории управления что если у нас есть вот такая однотипная система скалярная либо многомерная с какой-то матрицей связи например в случае многомерной системы то для ее устойчивости нам нужно чтобы были устойчивы много вот таких подсистем единичку деленная на фиат с замкнутой обратной связью вот с такими коэффициентами лямбдаиды где лямбдаиды это корни характеристического полинома вот этого вот внешнего большого куда входит фиат с если каждая из такой системы для каждого из корней такая система устойчивая то и вся большая система устойчива в этом смысл декомпозиции но каждый раз это проверять это тоже сложно поэтому полик и цыпкин предложили критерий который позволяет построить область и нахождение в этой области область которая определяется свойствами функции подсистемы фиат с и нахождение собственных чисел лямбдаиды в этой области будет говорить о том что вся большая система устойчива собственно о построении этой области точнее о критерии с вами говорит лямба 1 а теорема как раз говорит об устойчивости как это можно проще сказать что вот есть у нас обычная система одна об устойчивости которой мы хотим порассуждать мы пусть х точкой равно ах у нас система в пространстве состояний мы вычисляем просто спектр матрицы а и смотрим чтобы он лежал в левой полуплоскости тогда система устойчива в данном случае если у нас не х с точкой равно ах а нечто более сложное какой-то оператор более сложный действующий на х равно ах то есть у нас не из простых интегрирующих звеньев состоит система из каких-то более сложных то нам нужно построить область по свойству этого звена некую и нахождение собственных чисел матрицы а в этой области будет говорить о том что система устойчива здесь пример такой области для вот передаточной функции с квадрат плюс с плюс 1 теперь о мультиагентных системах какие-то сейчас немножко может быть более веселые вещи в чем отличие мультиагентных системам от однотипных однотипные системы вот в книжке соболева которая была на слайде под однотипными системами понимались такие системы типа работающие там на одну нагрузку двигателя или что-то такое еще связано из промышленности из энергетики связано с чем-то работающим на общую нагрузку имеющие общие источники сырья там что-то такое мультиагентные системы это тоже мультиагентная система это тоже система состоящая из множества разных подсистем но во-первых тут мотивация несколько другая тут речь идет скорее о сетях сенсоров о дронах или там о социальных сетях и плюс структура таких систем обладает тоже некоторой спецификой если в случае однотипных систем мы никаких оговорок не делали что там должно быть централизовано децентрализовано если какая-то система которая из всех них связана со всеми то есть роль такого центрального регулятора играет то здесь это важно в мультиагентных системах один из важных параметров это как правило распределенность то есть все кто друг с другом вот подсистема взаимодействует они пользуются только какой-то относительной информацией то есть нет единого органа управления который всех их контролирует и вид такой вот структуры взаимосвязей он обычно имеет вид графа и в описании динамики такой системы мы имеем лапласовскую матрицу этого графа другое то что здесь говорится в области мультиагентных систем как правило не об устойчивости хотя об устойчивости тоже говорится а о консенсусе вот это специфическое свойство которое мы поговорим дальше специфическое явление что такое еще раз устойчивость это значит что если из любых начальных условий наша система стартанула со временем они придут в ноль то есть траектории системы не уйдут на бесконечность что такое консенсус сейчас мы увидим из маленького примера пусть у нас есть подсистемы которые описываются вот очень простым уравнением x точка это равно у это x это скаляр то есть у нас динамика интегратора и таких подсистем у нас три все они связаны между собой через очень специфический алгоритм управления у у это для каждого из этих агентов да тут подсистемы называют мультиагентах всем называют агентами законы управления называют протоколами вот такой специфический сленг как мы видим каждый из агентов замкнут обратной связью замкнут вот этим протоколом управления не по своему состоянию не по своей координате иксы ты а по отклонению от состояния соседа то есть у него нет доступа какой-то конкретной информации но есть доступ к относительной информации здесь все связаны со всеми и например третий агент знает свое отклонение условно от первого и от второго ну и так далее если мы перепишем эту систему векторно-матричном виде то как раз возникнет вот эта самая лапласовская матрица у которой диагональные элементы есть сумма не диагональных элементов в каждой строке и что же будет если мы из некоторых начальных условий из некоторых иксов эту систему отпустим а вот что будет все они придут к одному значению со временем вот это и есть консенсус что пусть у нас траектории все не идут в ноль они в принципе для более сложной динамики могут и уходить на бесконечность но отклонение траекторий стремится к нулю то есть поскольку они все иксы приходят данном случае к одному значению то все эти разности икс житой минус икс и ты они стремятся к нулю для любой пары агентов не только соседей и опять же здесь упор на локальность используемой информации мы пользуемся относительными измерениями безусловно да 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 причем здесь граф не ориентированный а для таких графов кто к чему они приходят это средние начальных условий более общая постановка звучит следующим образом граф может быть в принципе ориентированным и цель наша достичь консенсуса вот в таком смысле в котором я уже сказал что отклонение все должны стремиться к нулю и в явном виде прописаны как строится лапласовская матрица в предыдущем случае у нас не было никаких а и житых а и житые это веса которые поставлены в соответствии ребрам в случае не ориентированного графа либо духом дугом случае ориентированного в примере они были единичные все тут конечно в общем случае они могут быть какие-то так какие же будут условия на граф чтобы вот это вот явление консенсуса но наблюдалось здесь представлена некая такая выжимка это не одна теорема это много было разрозненных результатов которые получены были разными людьми в разное время но суть у них такая что если мы будем смотреть на граф вот с точки зрения устройства графа то вот это вот явление консенсуса она будет тогда и только тогда когда граф содержит островное исходящее дерево по-английски он называется directed spanning 3 но вот переводы на русский язык они кто-то говорит ориентированное островное дерево но это вот чебутарев говорит что это не совсем корректно надо говорить островное исходящее дерево что это означает что в графе есть по крайней мере одна вершина из которой можно добраться во все остальные то есть вот на интуитивном уровне то есть информация должна пройти по пройти по всему графу все должны со всеми как-то взаимодействовать это возможно только в том случае если есть хотя бы одна вершина из которой есть доступ ко всем остальным в данном случае вот это правая верхняя вершина она является корнем этого дерева ну они все со всеми провзаима одна навяжет свое состояние всем то есть вот этот вот правый верхний агент видно что от него есть путь можно убедиться в этом ко всем другим вершинам и все они придут к его начальному условию вот в этом будет консенсус если таких деревьев будет много то соответственно вот это вот положение равновесия она будет иметь другой вид а чего тут сложно это довольно тривиальный факт мне кажется какая-то теорема прям ведь и для марковских цепей это было известно еще по моему первой половине двадцатого века так что если есть состояние в которой можно в обратную сторону прийти из любого другого то есть не из него вовсе существует такое состояние в котором можно прийти то цепь эргодическая динамика двойственная то есть мне кажется что это просто безусловно но тут мы говорим про непрерывное время и тут специфика графа в том что мы тут никакие петли не рисуем марковских цепях мы можем нарисовать две вершины у них нет петель и бесконечно будет вот там если время непрерывно то там нет понятия периодичности и севремя дискретно есть понять еще периодичность непрерывного времени мне тоже кажется эргодические теоремы для марковских цепей это вот это все тоже первой половине двадцатого века то есть я никогда это не понимал то есть у меня было ощущение когда Я первый раз с этим знакомился, что это какая-то тревяльщина. В том смысле, что я, может, сейчас некорректен, но это реально очень простое утверждение. У нас есть динамика, она двойственная к марковской динамике. То есть двойственная в том смысле, что мы транспланируем, получается, как бы, марковская. Для марковской динамики в непроливном времени, в дискретном времени есть всякие теоремы. Ну, правда, они давно уже есть, и это просто, как бы, вариант, ну, в точности, абсолютно такой же, просто в обратном... Нет, безусловно. Это значит, что из одной и во все другие есть, а тут, как бы, стрелки поменяют направление, и, как бы, вот... А почему меняют направление? Как бы транспланируется. То есть вот эта динамика, она... Ну, то есть, мне как раз кажется, что вот эта часть, она, по-моему, очевидна. Во всяком случае, из марковской. Безусловно. Сейчас мы об этом еще поговорим, когда мы будем говорить про дискретную систему, вот с такой динамики, там это все будет сказано. Вот про непрерывные марковские цепи не берусь судить, но, в принципе, у Агаева и Чеботарева он был более общий результат. Вот тут мы говорим про единственность нулевого собственного значения матрицы L, и то, что это эквивалентно наличию вот этого дерева. А у них был более общий результат, когда кратность какая-то, и какой смысл это все несет. Вот. Но все это было переоткрыто, вот эти вот простые утверждения, если можно их назвать простыми, все это было переоткрыто в начале нулевых. Вот я как раз удивился. Причем даже какие-то вещи были доказаны некорректно, и были достаточные условия про сильно связанный граф, там что-то такое, хотя сильная связанность не является необходимой для консенсуса. Ну, собственно, и самое главное, что из этого всего следует, если такая структура, либо такие свойства у Лапласской матрицы имеют место быть, что второй пункт достигается консенсус в смысле стремления к нулю, отклонения состояния агентов. Вот небольшая предыстория, что, в принципе, явления вот эти, они изучались довольно давно. Консенсус по-другому еще можно назвать синхронизацией, хотя некоторые противятся этому и говорят, что это несколько отличающиеся явления, но, в принципе, это то же самое. И в плане каких-то экспериментов, в плане попыток математического описания в каком-то виде все это было известно. Вот, например, открытием было то, что задача Дорбу о перестановке вершин многоугольника – это, по сути, первое описание консенсуса в дискретном времени 1878 года для специфической задачи, которую потом назовут «циклическим преследованием». Вот справа скриншот из его работы, где х на следующем шаге равно среднему соседнему координатам соседних двух вершин на предыдущем шаге. Ну, первая картинка слева – это маятники Гюйгенса, точнее, маятниковые часы, которые тоже синхронизировались. Ну, вот есть какие-то вершины, вот это катая итерация, а на следующей итерации вот эта вершина переместится в середину отрезка между собой и своим следующим по номеру пронумерованным соседом. И так каждая. И это переместится сюда, это сюда, а это сюда. Потом мы сделаем следующую итерацию. Это переместится сюда, 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 сюда и так далее. И Дарвуд доказал, что вот эта форма будет сходиться к эллипсу, а эллипс будет бесконечно уменьшаться. Ага, так это так. Да. Ну, естественно, он не думал тогда о консенсусе, о мультиагентных системах, дронах и так далее. Да, почему вот эта задача консенсуса, я не сказал, связана с управлением формациями, всякими такими вещами модными? Потому что им нужно децентрализованно решать какую-то общую задачу. Например, поддерживать расстояние относительно друг друга, постоянное какое-то. То есть им нужно, есть какая-то глобальная цель, которую можно связать с этой задачей консенсусом, ее нужно достичь. Поэтому вот идет речь про консенсус. Но не только Дарбу, не только Гюйгенс, но и люди в социологии, социальной психологии такими системами занимались. Вот в частности дискретная модель, если мы дискретизуем ее исходную непрерывную, была предложена Френчем, который, собственно, интересовался больше другими вещами. Не только распространением социального влияния. Х в данном случае это мнение. Есть некоторая сеть, Х это мнение. Вот они как-то на каждой итерации усредняются. Он интересовался такой штукой, как social power. А какая вершина в графе самая важная? Какая с самым большим весом влияет на исходное мнение всей группы? Впоследствии Харари как раз понял, что все это очень до боли знакомое, похоже на марковские цепи. И все это аккуратно доказал. А Дегротт, он просто в общем виде эту модель независимую, я так понимаю, выписал. Непрерывная модель, про которую мы только что говорили, впервые была, видимо, опубликована тоже социологом Абельсоном. И впоследствии она была переоткрыта через, ну получается, где-то почти 40 лет. Что дальше происходило в теории управления? Как вот 15 лет назад этот бум начался, люди стали усложнять простую модель, вот и X точка равно минус LX. Ну или если мы запишем динамику для одного агента, она отображена на слайде по следующим направлениям. Раз у нас мультиагентная система состоит из подсистем со своей динамикой, из функций связи и графа, то давайте посмотрим, что будет, когда эти все штуки будут усложняться, когда будет усложняться модель агента. Например, это будет уже не просто X точка, где X скаляр, а это будет некая динамическая система, вот как раз в общем виде линейная, например, X точка равно X плюс BU, и уже X это будет вектор. Либо он вообще будет каким-то нелинейным. Пусть у нас усложняются связи, пусть у нас граф не всегда один и тот же, он меняется со временем. Либо у нас там еще присутствуют какие-то запаздывания нелинейности, а не просто А, ИТ, вес, которое число и так далее и тому подобное. Ну и структура тоже системы пусть каким-то образом усложняется. Посмотрим, что будет. Все это безобразие можно в общем виде записать так. В данном случае X это уже вектор. Есть его собственная динамика агента, описываемая функцией F. Есть некая часть, которая связана как раз с распределенностью, которая может быть как и частью исходной модели, так и алгоритмом управления, который мы навесили дополнительно. Пусть граф у нас меняется со временем, а изжитая зависит от T. А функция отклонения уже даже не состояния выходов, то есть еще какого-то преобразованных состояний X, тоже какие-то нелинейные функции. Мы дальше рассмотрим усложнение только по одному направлению. Сейчас, где тут эта штука? Пусть мы вот по этой оси, по сложности подсистемы, по сложности агента поднимемся на ступеньку выше, и теперь-то не просто интегратор X точка равно UAT, а некоторая линейная система. Многомерная. И также у нас есть группа таких систем, но тут просто введено другое обозначение, вместо X, X, а суть та же самая. И связаны они через такой вот линейный закон управления, распределенный. То есть, опять же, замыкаем мы систему каждую не по своему состоянию, не по X, а по отклонению от соседей. Тогда общую динамику можно переписать вот в таком вот виде. Опять же, возникает вопрос, как исследовать, в частности, консенсус вот в такой системе. Здесь речь идет о консенсусе. Мы хотим, чтобы все они стали одинаковыми, эти X. Можно всю эту большую систему исследовать, а можно эту задачу, опять же, декомпозировать. И мы придем к той же идее, к которой пришли Полик и Цыпкин в 96-м году. Пусть у нас выполняется условие на граф, что есть как минимум одна вершина, из которой мы можем достать все остальные, а какие же условия будут на динамику подсистем, на динамику агентов, чтобы выполнялся консенсус. Тут как бы своя независимая история. Люди говорили про консенсус и не думали, что все это, в принципе, до более похоже на задачу устойчивости. И все это в каком-то виде уже было сделано. И последние вот 10 лет возникали разные критерии. Вот только физики Пикора и Кэрролл, они вроде бы независимый какой-то результат получили. Даже для нелинейных систем, тут тоже связано с декомпозицией этой задачи, они особняком стоят. А вот остальные все товарищи также шли по пути декомпозиции, что давайте смотреть не на всю перевязанную систему, отдельно на спектр Лапласовской матрицы, а отдельно на динамику одной подсистемы. И такая же, такая цепочка рассуждений привела к похожим результатам, но уже для задачи консенсуса. Как и то, о чем я говорил, когда говорил про однотипные системы, был получен вот такой вот результат, что поскольку у Лапласовской матрицы есть нулевое собственное число, то здесь только одна поправка, что мы рассматриваем не все собственные числа, а со второго по НТ, то есть не нулевые. И если каждый из таких вот систем А плюс лямбда ИТ и БК с матрицей такой будет устойчивой, то есть эта матрица будет гурвицовой, то и вся большая система, которая была два слайда назад, в ней будет достигаться консенсус. То есть все АКСИ ИТ и будут стремиться к одному и тому же вектору. Если еще раз можно, система состоит в том, что в узлах есть в каждом из них свой какой-то дефор, на свой пример МСИ. Да. Ну вот самое простое, да, это первая часть этой суммы, и Н – это единичная матрица, кранекерово умноженная на А. Это значит, что у нас будет такая вот блочная матрица А, 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 А. То есть если бы мы их вот этим законам управления, протоколам управления У не замыкали, у нас была бы куча независимых систем, которые бы сами по себе прекрасно жили. Но мы замкнули их У, и у нас получилась уже какая-то взаимосвязь. И поэтому тут уже следующее слагаемое, там не единичная матрица умножается на БК. Если бы мы каждый замкнули своим БК, у нас была бы то же самое, такая же еще сумма, только здесь было бы БК. И была бы просто обычная линейная система управления, замкнутая обратной связью по состоянию с матрицей А плюс БК. И таких было бы Н большой штук. Но мы-то выбираем не по своему состоянию закон управления, а по отклонению от состояния соседей, поэтому они все перевязаны. Вот через матрицу структуры, через лапласовскую матрицу Л. Отсюда и возникает следующий результат, что если Н-1 система, соответствующая ненулевым собственным числам лапласской матрицы, устойчивая, то есть соответствующие матрицы являются гурвицами, гурвицами, значит, что спектр в левой полуплоскости лежит, то будет достигаться консенсус в смысле, вот как в теореме записано, предел отклонений стремится к нулю. А, там не написано, не записано, равен нулю, не записано, равен нулю. Здесь должно быть еще равно нулю написано. И, в принципе, вводится понятие такое же аналогичное, как у Полика и Цыпкина было омега-области, где нахождение спектра лапласовской матрицы в этой области будет говорить о том, что достигается консенсус вот среди таких вот сложных перевязанных систем. Ну, поговорим немножко о примерах. Сначала, в принципе, эти системы, обе, которые мы рассматриваем в примерах, их можно отнести и к мультиагентным, и к однотипным. Но, условно, первую систему отнесем к однотипным, потому что мы говорим здесь об устойчивости. А второй пример, он явно посвящен консенсусу. Ту систему можно назвать мультиагентной. Предположим, что у нас есть такие вот объекты, и мы можем управлять их скоростью. Нет у них динамики никакой. Мы, непосредственно, меняя У, можем менять скорость Итого агента. Их у нас Н штук. И есть еще два неподвижных. Нулевой и Н плюс первый. Задача ставится такая. Как бы нам, используя только информацию о своих соседях, ближайших по номеру двух, заставить их равномерно выстроиться на отрезки. Ну и вот и предлагается следующий УИТ, следующий протокол управления, который использует только эту относительную информацию. мы не знаем Икса, мы знаем только отклонение Икса от соседнего. И что получается? Если мы в матричном виде всю эту большую систему запишем, то она окажется устойчивой. То есть все собственные числа матрицы А, они в левой полуплоскости лежат, более того, они вещественные. Что же будет, если у нас динамика имеет вид не Х, ИТ с точкой равна УИТ, а они, что более интересные. Например, у этих агентов появляется инерционность, какая-то трение какое-то, что-то такое, выраженное коэффициентом демпфирования альфа, который, в принципе, может стать и нулевым, и тогда модель станет просто двойным интегратором. Какие должны быть условия, какие могут быть протоколы управления, и что будет с устойчивостью такой системы. Вот были предложены разные по своей сути протоколы управления, которые такую систему будут стабилизировать. Если у нас демпфирование есть альфа, то, в принципе, нам ничего больше и не нужно. Мы можем использовать ту же относительную информацию о положении, и система будет устойчива. Это первый случай. Если альфа у нас нулевая система двойной интегратор, то нам нужно какой-то демпфирующий параметр КП ввести, ввести обратную связь по скорости. Собственно, скорость уже здесь нужна абсолютная. Мы видим, что тут уже это не отклонение, а непосредственно мы знаем ИКС и ТС точкой. Либо же, если нам недоступна абсолютная скорость, мы можем довольствоваться измерениями относительной скорости. Это второй случай. И также обеспечить устойчивость. Либо нам, если недоступна и измерения относительной скорости, мы можем нечто подобное попытаться восстановить, построив вот такую динамику, которая нам ценой понижения скорости сходимости, тем не менее, даст возможность стабилизировать систему там, где надо. Как по-другому это можно все переписать? Вот если мы заменим операцию дифференцирования умножением на S, а потом сделаем вот такую вот группировку, то увидим, что по сути у нас есть некая передаточная функция агента Fiat S, и есть та же самая правая часть, которая и была, AX плюс B. То есть мы можем сделать декомпозицию задачи, мы можем посмотреть на свойства каждой подсистемы, ну, они у нас все одинаковые, одной подсистемы, Fiat S, на спектр матрицы А и сказать, будет такая система устойчива или нет. На слайде показаны три области, соответствующие трем видам передаточных функций, которые вот в первом блоке отображены. И, как видно, все они захватывают вещественную ось в левой полуплоскости, поэтому спектр матрицы всегда будет лежать в этой области, и такие системы будут устойчивы. Вот в чем удобство такого критерия. Другая задача, где можно этот же критерий, критерий Полика Цыпкина, который был впоследствии переоткрытый и обобщен для задач консенсуса, использовать эту задачу консенсуса на графах такой специфической структуры. В первом случае это задача циклического преследования, про нее многое было известно, в частности дискретный вариант, только что о нем говорили, это задача Дорбу. В непрерывном случае спектр Лапласовской матрицы для такого графа, он будет лежать на окружности единичного радиуса, находящейся в точке 1, G0. Мы рассматривали другие структуры, отличные от простого однонаправленного колечка, добавляли разные связи, некоторым регулярным образом дуги в обратном направлении. Как будет выглядеть спектр такой Лапласовской матрицы, соответствующей такому графу? Это первая задача. А вторая, что если у нас в узлах такой вот сети будет висеть своя какая-то динамика, агенты, которые как-то друг с другом взаимодействуют? Опять же, как судить о консенсусе в такой сети? Пусть у нас, опять же, есть система второго порядка с трением, то есть уже есть такая стабилизирующая обратная связь по скорости, где параметр демпфирования гамма больше нуля. И тогда мы можем динамику одного агента переписать вот в пространстве состояния вот в таком вот виде, через КСИ. Для случая первой структуры, когда имеет место просто однонаправленное такое колечко или гамильтонов цикл, правильнее будет сказать, структура взаимодействия у нас будет выглядеть следующим образом. Каждому агенту доступно измерение отклонения своего собственного состояния от состояния соседа, своего собственного положения от положения соседа. Поэтому в матрице К второй элемент равен нулю. То есть второй элемент, соответственно, обнуляет данные о производной. Нам ничего не известно об относительной скорости, мы знаем только относительное положение. Второй закон управления соответствует структуре вот этой вот. Какому-то агенту доступна информация только об одном соседе, а какому-то о двух. Что, собственно, здесь и записано. Тут представлены Лапласовские матрицы для первого графа и для второго графа. И задача ставилась следующим образом. Найти значение параметра гамма, то есть какое нам необходимо демпфирование, чтобы достигался консенсус в такой системе. Более того, мы хотим эту гамму найти раз и навсегда для любого числа агентов, которые в этой системе могут быть. С одной стороны, это достаточный критерий, потому что, в принципе, как только что было показано, у нас есть необходимые достаточные критерии. Нам нужно для каждого конкретного числа агентов просто посмотреть для конкретной матрицы L, как выглядит ее спектр, посмотреть, чтобы он оставался внутри этой области, омега-области, при изменении параметра демпфирования, соответственно, как-то будет меняться, и все тогда будет хорошо. Но что тут важно, что для графов такой структуры мы можем в явном виде выписать кривые, на которых лежит спектр. А, соответственно, можем сказать, что для любого числа вершин в графе, соответственно, для любого числа агентов, если эта кривая лежит внутри омега-области, то будет консенсус. Для первого графа, как я уже говорил, да, ну, это вспомогательный результат, который использовался в теории Магаева-Чеботарева, который позволяет строить характеристические полиномы для таких графов. И вот для первого графа колечко, я уже говорил, спектр лежит всегда на окружности, поэтому мы и смотрим, чтобы не было пересечения кривой, которая ограничивает омега-область и которая определяется свойствами агента. В данном случае это передаточная функция агента, это S квадрат плюс гамма S. Чтобы окружность нужна нам, чтобы она всегда лежала внутри этой области. И поэтому получается очень простой критерий, независимый от числа вершин в графе, что для любых гамма больше корня из двух будет достигаться консенсус. Во втором графе больше связей мы добавляем какие-то дуги в обратном направлении, соответственно, нам не нужно такого большого демпфирования для консенсуса. И здесь это число гамма другое. Если оно больше, чем корень из шесть седьмых, то все хорошо. И что интересно, спектр Лапласовской матрицы для второго случая графа, когда через одну дугу еще есть дуги в обратном направлении, он лежит на таких кривых, которые называются овалы кассини. Теперь, как это все вообще связано с динамикой мнений в социальных сетях. я уже сказал, что, как ни странно, социологи одними из первых начали заниматься задачами такой сетевой динамики. Ну, да, сейчас немножко про нее будет. Собственно, с чего все началось. Я никогда никакой динамикой сетей социальных не занимался. моя специальность в институте была системой автоматического управления и впоследствии в ИПО я занимался мультиагентными системами, которые не имели отношения к социальным сетям. Да, я слышал там про модель Дегрота, что в дискретном времени вот консенсус модель Дегрота, но не более того. В 2014 году в школу приехал Роберто Темпо как раз с лекцией про пейдж-рэнк и про такую специфическую версию пейдж-рэнка, когда только попарно могут взаимодействовать вершины, протокол типа ГОСИП. И также он рассказал про модель динамики мнений Фридкина Джонсона, тоже таким образом модифицированные динамики динамикой и после его лекции сразу возникло желание эту модель как-то обобщить, появились какие-то совместные идеи, мы с Антоном Проскурниковым к нему подошли, завязалось какое-то общение, собственно, я от Роберто узнал про модель динамики мнений Фридкина Джонсона из этой лекции впервые и впоследствии это все привело к тому, что вместе с непосредственным автором этой модели Фридкиным социологом, ну а Фридкиным из Санта-Барбара было получено ее некое обобщение. Вот, ну тут еще какие-то картинки со школы, от Роберто, потом мы поехали к нему в Турино, там уже занимались написанием, получением каких-то результатов, и в октябре шестнадцатого года эти результаты были опубликованы в Science, ну хотя Science это статья, написанная специфическим языком для специфической аудитории, а более привычным языком все это написано и какие-то математические выкладки приведены на конференционной работе и в Transactions, ну там этих контрол, так что если хотите что-то такое посмотреть, лучше посмотреть эти статьи, там все понятнее. Ну, тем не менее, таким образом я оказался вовлечен в задачи, связанные с социальной психологией, здесь приведены некие такие формальные определения, что такое вообще социальная сеть, сеть состоящая из социальных агентов. Что такое социальное влияние? Если мы, говоря про сети мобильных роботов, под состоянием понимаем какое-то там геометрическое положение, положение в пространстве, если мы говорим про сеть сенсоров, то под состоянием мы можем понимать, например, температуру, которую эти сенсоры меряют, то здесь под состоянием агента понимается его мнение, отношение к чему-то и процесс распространения социального влияния, процесс изменения вот этих мнений, это как раз то, что интересует социологов, социальных психологов и то, что они пытаются при помощи своих моделей описать. Вот, например, есть у нас сеть с двумя мнениями, вот две вершины у нас. Как вообще с ней работать? Что такое мнение? Мнение, оно непрерывное или бинарное? Мнение, динамика мнения описывается опять же в непрерывном времени или дискретном? Какое там будет поведение? К чему это все будет приходить? Должны ли они приходить к какому-то единодушному мнению или как-то с непонятным или понятным образом рассогласовываться? Как идентифицировать или проверить качество той или иной модели? Ведь если мы говорим о сетях сенсоров, мы можем градусником померить те значения, которые показывают сенсоры и удостовериться, что там так, не так, либо по этим измерениям идентифицировать параметры, динамических моделей сенсоров. Если у нас речь идет о каких-то других процессах, опять же, мы что-то можем померить. Что мы можем померить в социальной системе? Непонятно. Поэтому если говорить о динамике мнений, тут очень много открытых вопросов, в частности, касаемых верификацией таких моделей, но приходится полагаться на мнение тех самых социологов и социальных психологов, которые имеют информацию о тех или иных явлениях и, соответственно, доверяют в большей или меньшей степени тем или иным моделям. Насколько эти модели выхватывают какое-то социальное явление. Здесь приведена некая литература, собственно, на русском языке литературы по этой тематике не так много. Первая книжка это как раз люди из ИПУ написали и сейчас я в магазине увидел ее третье переиздание 2018 года. Там гораздо больше ссылок и вот модель Фридкина Джонсона теперь там упоминается. Вся вот эта история с задачами консенсуса тоже есть в ссылках. То есть, в принципе, наверное, ее имеет смысл посмотреть. А по сетевой динамике в целом, не только по соцсетям, а по вот этой всей мультиагенщине по-моему, на русском языке книга только одна. Книга под редакцией Александра Львовича Фродкова и больше пока ничего нет. На английском языке очень хороший такой сборник, где тоже и акценты расставлены, и история всех этих вещей приведена. Это сборник лекций Франческо Булла. Он был в открытом доступе, потом они его, по-моему, все-таки издали в бумажном виде, но тем не менее, наверное, его можно скачать. И самое полезное, если говорить исключительно о моделях динамики мнений, это обзор, написанный Антоном и Роберто из двух частей именно по задачам изменений мнений в социальных сетях. вернемся опять к задаче консенсуса, но уже в плане этих социальных вещей. Как я уже сказал, первой работой по консенсусу модель так все интересно было, а модель чего? Сейчас будет. Да, 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 ну вот первая модель это Френч Харари де Грод, то есть он первый связал поведение людей с каким-то графом, но вот кстати можно вернуться к определению, если начинать с чего-то. Вот есть энциклопедия в социологии. Что тут последнее предложение смотрим. Собственно уже тут подсказка к тому как должна это выглядеть модель, что должны с какими-то весами интегрироваться, учитываться веса состояния соседних агентов. Ну и вот модель Френч Харари де Грод в чем ее особенность. Предложил ее Френч есть граф, есть агенты, есть какие-то веса, с которыми они учитывают мнение соседей. Это модель в дискретном времени, а мнения сами непрерывные. То есть есть особый класс вообще модели динамики мнений, где мнения бинарные. То есть например любит, не любит, нравится, не нравится в таком смысле. Здесь мнение это вся числовая ось. Харари эту модель разобрал и доказал, что мог. А Де Грод вообще он не социолог, а статистик. Под его именем эта модель записана в более общем виде была известна долгое время. Почему модель Френча нельзя считать моделью динамики мнений дискретной в общем виде? Поскольку он рассматривал веса вот такие вот. Это были дроби всегда, то есть делилось общее мнение единичка на число соседей. А в общем виде уже рассматривалась просто стахастическая матрица. Вот скриншот из его работы. Я здесь только подрисовал дуги потому что у эти петли потому что у него подразумевалось их наличие всегда, но он никогда об этом не говорил. Нам это важно будет для дальнейших рассуждений. И вот динамика строится таким образом для системы из четырех вершин. Дальше он рассматривал разные топологии и выводил критерии правда без доказательств. В каких случаях консенсус достигается в каких нет. Причем он назывался не консенсус еще а юнонимити единодушие. Ну вот пример тех топологий когда достигается консенсус. В принципе критерий для такого случая он ничем не отличается от критерия для непрерывного. Нам необходимо наличие ориентированного островного дерева если есть положительные веса есть петли с положительными весами если петель нет условия более сложные вот рассмотрим пример такой вот есть у нас четыре агента и у каждого есть свое начальное мнение и есть агент номер три на которого никто не влияет у него есть только свое мнение вот петля зато он может влиять на всех вес влияния это дубль и житая таким образом мы можем записать следующую матрицу и посмотреть как будет векторно матричном виде описываться динамика такой системы ну и вот очевидно что все придут к состоянию этого третьего агента вместе с тем консенсус это довольно специфическая ситуация и не всегда агенты демонстрируют такое поведение для людей как-то более характерно приходить к разным мнениям а не к одному поэтому стали возникать другие модели которые описывают явление под названием кластеризация или рассогласование какое-то мнение когда они стремятся к разным значениям сейчас я посмотрю да я здесь по-моему не вставил слайд в непрерывном времени такая модель тоже существовала это модель Абельсона о которой я говорил но вот по-моему слайда здесь нет это по сути та же самая модель консенсуса в непрерывном времени о которой мы говорили когда касались мультиагентов систем в целом у него не было опять же полного и строгого доказательства условий возникновения консенсуса в системе но было очень много чего сделано и в принципе модель была впервые такая выписана но на это внимание обратили только совсем недавно и считалось что почему-то вот модель она появилась в начале нулевых годов ну перейдем к рассогласованию есть целая группа моделей которые в которых рассогласование мнений достигается при помощи такой штуки как bounded confidence то есть что это означает допустим что в каждый момент времени у нас не один и тот же граф а группа взаимодействующих агентов это те с которыми которые попадают в некую зону видимости в некий радиус некую окружность такой близости текущего мнения какого-то агента то есть вот он посмотрел и взаимодействует только с теми кто ему близок в каком-то смысле и обе модели хиксельмана крауза и дефон вайсбуха они построены на этом принципе отличается только немножко там этот характер взаимодействия другая модель альтофини в которой достигается так называемый двудольный консенсус исследуется это модель с отрицательными весами графа там есть и положительные отрицательные веса у нее своя специфика и третья модель на которой мы остановимся чуть более подробно это линейная модель фриткина джонсона собственно которую мы обобщили в наших работах в чем смысл модели хиксельмана крауза в то что в каждый момент времени у нас есть так называемый конфиденс радиус и усредняем мы мнение не всех соседей а только тех кто в этот радиус попадает и динамика вот имеет следующий вид то есть все траектории здесь система из тысячи агентов сходятся ни к одному ни к одной точке ни к одному значению а к нескольким разным с одной стороны понятно что наверное действительно такое поведение можно считать осмысленным и соответственно такую модель что люди в первую очередь доверяют мнению тех кто им в каком-то смысле близок а не тем у кого мнение очень сильно отличается но как об этом узнать если мы такую же модель запишем для динамики роботов с ограниченным радиусом видимости она будет более чем осмысленной у них есть определенный сенсор который видит соседи только на каком-то расстоянии и если расстояние увеличивается между агентами то он их может потерять из-за радиуса зоны видимости и соответственно структура сети изменится на этом в принципе законы взаимодействия мобильных роботов многие основаны на том что учитывается такой параметр но если мы говорим о динамике мнений то у человека нет сенсора который ему позволит определять кто ему близок а кто нет чтобы понять насколько сильно твое мнение отличается от мнения другого человека нужно всю эту тысячу группу из тысяч агентов по-хорошему вначале опросить а это уже некая централизация это уже нечто довольно странное следующая модель она использует ту же самую динамику но здесь агенты взаимодействуют попарно то есть в каждый момент времени выбирается безпроизвольная пара агентов опять же строятся эти confidence радиусы и взаимодействие происходит только с тем кто в этот радиус попадает с одним и пара агентов одновременно меняет свое состояние в данном случае динамика для системы из 10 агентов представлены на слайде следующая модель модель альтофини как я уже говорил здесь есть отрицательные веса опять же к этой модели много вопросов хотя вроде бы она изначально не позиционировалась как насколько я понимаю как модель динамики мнений но тем не менее если ее воспринимать как модель динамики мнений то не все верят в эти отрицательные веса то есть не только можно доверять притягиваться к мнению кого-то с весом но и отталкиваться от этого мнения плюс тут нарушается принцип распределенности мы не только нам нужно не знать отклонения а здесь еще появляется сигнум поэтому нам нужно знать собственно состояние а не отклонение а не отклонение мнения от мнения соседей если определенные условия выполняются то в такой системе достигается вот такой вот двудольный консенсус ну и перейдем опять к модели фридки к модели дегрота дискретной из которой вырастает определенным образом модель фридкина-джонсона в модели дегрота опять же при определенных условиях на граф соответственно на стахастическую матрицу дубль ва достигается консенсус поскольку как мы только что выяснили это поведение в принципе не всегда является типичным за счет чего может появиться рассогласование дефан вайсбух фиксельман крауза рассматривали какой-то радиус доверия а фридкин и джонсон решили учесть другую вещь как предубеждение что в результате взаимодействия все не только ориентируются на мнение соседей но еще и помнят свое начальное предубеждение и постоянно с ним как-то сверяются вот исходная модель френч-харари до грота и что будет если мы добавим следующую вещь добавим еще предубеждение у и будем с ними тоже усредняться на каждом шаге то есть что такое вот смысл вот этого параметра лямбда и смысл соответственно матрицы лямбда в стахастической матрице W в каждой строчке для этого агента в этой строчке смысл весов такой что с весом W итое итое он воспринимает свое мнение учитывает на предыдущем шаге а с весами итое житое разными и иже он учитывает мнение соседей так давайте добавим еще одно слагаемое которое нам позволит не забывать свое начальное мнение X итое от нуля вот с таким вот весом то есть тут стоит по сути W итое итое с весом доверия к себе он учитывает на каждом шаге свое предубеждение свое начальное мнение плюс усредняет мнение соседей которое учитывает с весом который равен сумме весов доверия соседям динамика этой системы уже имеет совершенно другой вид например тут ну можно сказать явным образом присутствуют два кластера один и второй два агента сблизились и другие два агента в каком-то смысле сблизились матрицу лямбда вот это называют матрицей восприимчивости опять же в принципе она у них по-моему была в статье 99 года опубликована но и появилась она раньше где-то там ну в начале 90-х что-то такое в 96-м году краснощелков по-какей по заказу это как-то литра по-какей проводил исследования как раз того как влияние там роли телевизора на то что голосовали там за правильного кандидата на выбор в 96-м году и вот была предложена очень похожая модель она изложена формально математическое моделирование и вот прям буквально такая же модель и там изучались влияние как вот продолжается революция как соответственно влиять на толпу как соответственно роль лидера когда человек имеет очень четко свое мнение насколько сильно он может влиять или это сказать вот наоборот таких нет у всех как бы нету четкого представления о том как правильно и вот в этой статье моделения рассматривались разные ситуации но модель была по-моему очень похожая я к сожалению не помню какого года статья она ну можно модные тенщицы краснощоков вот Павел Сергеевич мне кажется что это исследование было в 96-м году как раз в преддверии вот президента или в преддверии так что я так на всякий случай исторически более того в 68-м году вот в 60 каком 56-м году вышла статья Френча с дискретной моделью обобщение ее было в 74-м году Де Гротом получено а модель непрерывного консенсуса была вот опубликована в 64-м году в 67-м она была опубликована с какими-то там вариантами в сборнике а в 68-м году вышла модель Тейлора которая по сути есть непрерывное обобщение модели Фриткина Джонсона так что все это было возможно мы еще много чего со временем узнаем что это еще еще раньше было когда-то в каком-то виде опубликовано потому что идеи-то довольно простые вот то есть здесь вот я специально серым закрасил потому что в этой модели эти слагаемые эти множители соответственно не присутствуют а в модели Фриткина Джонсона они появляются и да ну вот просто сравнение двух моделей как они выглядят ну давайте будем усложнять дальше эту модель учитывать какие-то вещи которые она пока не учитывает здесь мы говорили про иксы каждый иксы это какое-то число отношения человека к чему-то к какой-то теме обсуждения а почему этих тем например не может быть несколько пусть икс теперь вектор если эти темы не взаимосвязаны то ну давайте запишем несколько таких же независимых систем и будет у нас расширенная такая модель в которой обсуждается уже не одно что-то несколько каких-то тем обсуждения есть икс и то это вектор и тогда у нас опять же возникнут кранекеровые произведения о которых шла речь на и будет умножаться единичные матрицы на исходную динамику но что будет если эти темы обсуждения взаимосвязаны опять же если тема обсуждения независимая то вместо вот этой красной матрицы c будет просто единичная матрица и у нас будет сколько-то независимых подсистем а именно мм штук а если они между собой как-то перевязаны оказалось что мы предложили такую матрицу ввести взаимосвязи мнения оказалось что она имеет какой-то определенный социологический смысл вот в книге 64-го года такую взаимосвязь не знаю можно ли назвать логической называют системой belief system в общем ее называют и мы для простоты взяли эту матрицу стахастической то есть ну раз у нас исходная матрица весов дубль стахастическая то почему бы матрицу взаимосвязей разных тем обсуждения тоже не взять стахастической нет то что по строке нет по столбцам по строке то есть опять же есть некое общее какое-то отношение равное единице а есть как внутри этой единицы раскидываются веса взаимосвязи тех или иных тем обсуждения то есть то у нас было мы говорили про динамику опять же когда люди обсуждают только какой-то один предмет и мнение это число а теперь мнение это вектор и между мнениями есть какая-то взаимосвязь то есть люди обсуждают какие-то близкие понятия и мнение соседа о чем-то другом может повлиять на мнение его собеседника о другом предмете беседы да 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 ну например как-то так ну вот кстати в статье Science ровно какие-то такие политические вещи обсуждаются что если эту матрицу С задать каким-то навязать людям каким-то непонятным образом то у них ложные логические взаимосвязи возникнут в голове и отсюда будут как раз какие-то неадекватные действия в плане динамики мнений ну не действия а неадекватно будут формироваться мнения но здесь мы рассмотрим более такой приземленный пример который по-моему как раз в статье в transactions рассматривался это пусть у нас есть две связанные темы обсуждения рыба и лосось вот все может быть тут стоять на месте так сейчас теперь у нас та же самая структура та же самая матрица W то есть веса с которыми агенты доверяют себе и своим соседям тот же самый упертый назовем его агент 3 который верит только себе и может там орать на всех остальных они к нему прислушиваются а он к ним нет но в данном случае у нас мнение уже векторное то есть X и T состоит из двух компонент и первое компонент это мнение о рыбе второе это мнение о лососе опять же есть некие начальные условия и вот мы видим по этим начальным условиям как что в рамках этой модели начальные условия это есть еще и предубеждение что есть те кто что-то любит что-то не любит и рассмотрим два разных поведения такой системы как если мы предположим что эти темы независимые то есть мнение о рыбе никак не сказывается на мнении о лосося и наоборот либо эти темы взаимосвязаны то есть одно понятие как-то отношение к одному может как-то влиять на отношение к другому и казалось бы вот у нас матрица все равно близка С близка к единичной то есть у нас не диагональный элемент они довольно слабенькие но тем не менее мы видим для для систем стартующих из тех же самых начальных условий разную динамику и разные положения равновесия если в первом случае мнение так что у нас там пунктируем мнение о лосося стали благодаря вот этому упертому агенту отрицательными то учитывая как бы ну взаимосвязь корреляцию одного понятия с другим лосося с рыбой во втором случае они остаются положительными опять же это имеет некий такой вот социологический смысл дальше что просто расскажу что было еще немножко проделано в рамках той же работы по типу модели дефонт вайсбуха была рассмотрена та же самая задача но с попарным взаимодействием что если у нас все происходит точно так же но агенты взаимодействуют попарно то есть был предложен выбор вот этих вот весовых коэффициентов при которых наблюдается такая динамика то есть мнение они всегда флуктуруют но их усреднение сходится к тому же что и сходится состояние мнений исходной модели где у нас все взаимодействовали на каждой итерации со всеми то есть опять же еще один момент что эти модели какое у них у всех в этих дискретных моделей упрощения что считается что у нас есть вот такие вот прямо тики какие-то и в каждый такой момент времени вся сеть одновременно все агенты все люди меняют хоп свое состояние такого в реальности не происходит и вот простейший подход как уйти от такого описания рассмотреть что-то более естественное это рассматривать попарное взаимодействие что каждый раз взаимодействует пара человек а не все со всеми другая задача это как идентифицировать матрицу С вот взаимосвязи мнений по известной матрице W мы знаем с какими весами грубо говоря люди друг другу доверяют мы у нас есть какая-то записанная история изменения их мнений мы хотим по измерению установить С ну и тут решается такая простейшая задача формируется невязка которая минимизируется и путем определенных игр мы можем эту матрицу С восстановить собственно можно в качестве заключения сказать много чего можно сказать что или вообще ничего не сказать но в принципе это настолько обширная тематика и столько всего в этой области делается что в области сетевых систем динамики мнений что тут как-то подвести все под одну гребенку даже в рамках одной терминологии и трудно и никто особо не пытается все гонятся за новыми результатами за какими-то новыми моделями переоткрывают и очевидные и не очень очевидные вещи но тем не менее все это видимо складывается в новое направление научное и в теории управления и в других науках что сеть она накладывает на вроде бы взаимосвязь даже каких-то привычных вещей свой отпечаток и свойства сети нужно учитывать нужно изучать нужно смотреть на эти системы вот ну вот как-то так спасибо давайте побудрим докладчика вопрос а можете сказать вот эти вот веса они грубо говоря это какая-то модель о том что моделирует как они определяются я не знаю на практике это задача социологов математиков ну наверное это задача социологов опять же как определить ваше отношение к чему-то можно вас спросить но может быть вы соврете при этом либо задумайтесь и измените свое мнение после того как ответить это вот все эти социологические нюансы довольно тонкий момент с роботами как-то с мобильными проще что-то доказывать и понимать более того если эту модель Фриткина Джонсона с вот этими предубеждениями записать в пространстве удвоенной размерности мы получим ту же самую модель Дегротов в которой нет консенсуса у нас просто есть еще н агентов которые всегда остаются при своем мнении но тем не менее влияют на остальных вот и все но тогда потеряется вся эта взаимосвязь и модель которую мы предложили ее тоже можно эти две матрицы перемножить и мы получим ту же самую модель Фриткина Джонсон на первом шаге на втором модель Дегротов но тогда потеряется опять же вся взаимосвязь между этими понятиями и предубеждениями и взаимосвязью мнений которую мы не восстановим никак да а вот есть ли модели учитывающие возможности которые сейчас обозначили о том что при измерении общественного мнения значит измеряемый может соврать или изменить мнение после ответа после изменения не знаю честно то есть вопрос именно идентификации описание таких вот явлений ну наверное что-то у социологов есть но опять же если он в голову сходу приходит такая возможность это существенный эффект ну есть же какие-то косвенные способы узнать отношения человека к чему-то он там лайки ставят под картинками под картинками поэтому можно что-то определить либо его можно спрашивать о чем-то другом косвенно об этом узнать узнать об отношении к чему-то не сильно с этим связанным еще можно надеяться что ну как бы групп в разные стороны а в среднем ну как-то первая ну и аналогично с изменением возможно опять же если непосредственно с людьми работать то это будет работа в малых группах и пытаться что-то там восстановить идентифицировать а если это будет большая сеть и мы хотим вот такую систему с непрерывными мнениями как-то восстановить как тут собрать в принципе такую информацию у Фриткина в статье для небольших групп там как какое-то обоснование своей модели есть вот там они делают несколько итераций обсуждений там группа из четырех или пяти агентов не больше вот опять же эффект размерности как тут сыграет ну непонятно они к чему все эти модели еще раз для чего такие модели все создаются чтобы выхватить какие-то общие явления вот есть явление отторжения его питаются как-то описать есть явление сближения людей с одинаковыми близкими мнениями тоже питаются как-то несложными какими-то формулами чтобы можно было какие-то результаты доказать что-то обосновать да наверное все-таки эффект мне кажется так интуитивно что наверное все-таки есть о том что эти соцопросы они тоже как бы формируют все же мнение подпор вопросов да опять же в той же самой модели Фридкина Джонсона и в модели Тейлора 68-го года непрерывной которая похожа на модель Фридкина Джонсона вот этот вот член в правой части У можно же рассматривать не только как предубеждение а можно рассматривать как просто некое внешнее влияние которое действует на эту систему а раз оно есть то можно опять же вести какие-то обратные связи но вопрос кто скажет подтвердит что это действительно так и кто подскажет как вообще что тут можно оценить идентифицировать если мы еще все усложним У нас допустим есть желание как-то организовать взаимодействие агентов так чтобы они сходили с консенсусом но это значит надо как-то правильно выбрать там параметры взаимодействия это можно понимать как некоторая такая задача которая сводится к лидейному и матричному неравенству решению я не прав можно в этом месте по опыту что там что это за задача что это за объект ну во-первых тут вот как например с проскоренковым Антона подбирали вот эту вот систему которая там сходится консенсус а тут подбирали исходя из каких соображений ну где она была ближе к началу первой половине это 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 ну там с выстраиванием на отрезке на отрезке где выстраиваются агенты а там вот все явно видит оказывается нет и там была исходная задача модель она была то есть она была для вот простейшего случая подсистем когда динамикой с точкой она была известна мы положим что ничего неизвестно отходится какой-то универсальный инструмент нет мы естественно мы просто взяли такое правило в принципе даже прежде чем мы узнали что она была опубликована в 96 году в работе Вагнера Брукштейна это правило предложил Борис Теодорович который подошел сказал давайте придумаем вот такой закон что там каждый взаимодействует с двумя ближайшими соседями что в этом случае будет но это в случае одинаковых весов 0,5-0,5 при таких взаимодействиях оказывается что они выстраиваются равноудаленно на отрезке и это можно в явном виде доказать для более общих случаев конечно нет общих рецептов нет ну как нет но ведь ну как бы есть формально что можно делать ну какой-то ограниченный набор действий можно это заприметризовать дальше можно как бы поставить себе цель а что мы хотим заприметризовать цель устойчивости все это я почти уверен что так или иначе нет что-то формализуется безусловно ну естественно мы когда говорим о задаче вот той же самой пусть у нас многомерный агента будет либо устойчивость либо консенсус вот а плюс лямбдаи тбк мы замыкаем не просто по обратной связи а еще у нас лямбдаи которая вот из лапласяна перелезает собственное число задачу синтеза этого регулятора к никто не отменял который мы можем решать там решая уравнение рекати либо составляя там матричное неравенство линейное вот поэтому все это имеет место быть а вот вопрос как составить сеть ну я не очень понимаю честно то есть вопрос синтеза это сложная задача вопрос как уже при имеющейся сети организовать взаимодействие типа два соседа или типа еще как-то а а это и есть сеть ну нет 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 как бы считается что веса речь о весах а ну веса а ну я понял да 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 ну вот тут много всяких нюансов может быть может быть ну да опять же но я никогда не сталкивался ни с попытками моделирования таких вещей ни вообще с этой задачей то есть понятно что такой такая постановка имеет место быть не знаю может какие-то аналогии есть но я с этим не знаком пожалуйста еще вопросы хорошо давайте тогда еще раз благодарим докладчиков спасибо